Добрый день, это студия Тутбай ТВ, меня зовут Алена Андреева и сегодня мы начинаем очередной выпуск программы Амплитуда. Вопрос о привлечении инвестиций для Беларуси сегодня по-прежнему актуален, на этой теме уделяется очень много внимания и об этой теме сегодня мы и поговорим с гостями этой студии. Я приветствую академического директора Белорусского института стратегических исследований Алексея Пикулика. Добрый день. Сегодня в нашей студии также руководитель отдела маркетинга и коммуникации Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси Юлия Баранская. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. И я приветствую также председателя Совета директоров инвестиционной компании ЮНИТЕР Андрея Дериховна. Здравствуйте. Добрый день. Собственно, почему мы сегодня собрались? Недавно в Лондоне прошла конференция, на которой европейские страны, в том числе и Беларусь, презентовали свой инвестиционный потенциал. Как представила себя наша страна и как изменился наш инвестиционный имидж за последнее время? Может быть, с вас, Юлия, и начнем, поскольку Национальное агентство принимало участие, представляло страну. В этом году проходило 25-е ежегодное собрание ЕБРРР в Лондоне, в штаб-квартире ЕБРРР, с 11 по 12 мая. И Беларуси в этом году повезло принять участие не только в самом заседании, но и Беларусь была отобрана в 10 стран-участниц, в которых была представлена возможность презентовать свои инвестиционные возможности в рамках ежегодного создания ЕБРРР. И в рамках этой презентации была представлена текущая экономическая ситуация страны, были презентованы инвестиционные возможности, инвестиционный потенциал Беларуси. Может быть, о том, как меняется имидж Беларуси инвестиционный для зарубежных, скажем, контрагентов, что-то скажете вы, Андрей? Ну, знаете, Беларусь всегда заявляла о том, что необходимо улучшить, изменить ситуацию с привлечениями иностранных инвесторов, и вообще рассмотреть вопрос об увеличении доли европейских инвесторов в структуре, в общем-то, инвестиционного портфеля. Также говорилось о части американских инвесторов в развитии экономики Беларуси. В то же время аспекты, которые сдерживали работу данных инвесторов, были связаны, наверное, меньше с экономическими показателями Беларуси, потому что был значительный рост ВВП Беларуси, мы видели, как открывались новые отрасли IT-технологий. И с точки зрения политического вопроса, постоянно он стоял как бы как зонтик над Беларусью, а то с теми потоками, которые могли бы пойти. В настоящее время мы наблюдаем значительное потепление вопросов, связанных прежде всего с оценкой политико-экономической ситуации в Беларуси. И с этим, я думаю, связано то, что Беларуси предоставили право презентоваться в ЕБРРе среди 10 стран. Также встречи Европейского инвестиционного банка, который приезжал к нам, Всемирный банк, делегация буквально за год приезжала, тоже очень представительная. Мы видим о том, что пошли те инвесторы, которые будут работать как с инфраструктурой, так и с государственными предприятиями Беларуси. А что значит работать с государственными предприятиями Беларуси? У нас еще пока значительный объем государственного сектора, И, в общем-то, здесь инвестиционные потребности еще большие, чем могут освоить частные предприятия. К примеру, один нефтеперерабатывающий завод требуются инвестиции в миллиарды долларов. И это в целом эффективные и быстро окупаемые проекты. Я думаю, что инвестиционная имя страны во многом это производная от того, как мир в целом воспринимает нашу страну. Я думаю, что в последнее время много чего изменилось. И Европейский Союз, и США, да и Россия заново обратили свое внимание на Беларуси. В большом счете выяснилось, что это страна, которая сильно отличается от того, что они хотят придумать. Это страна, которая имеет в каких-то вещах самостоятельную политику. И, соответственно, во многом происходит переоткрытие, переосмысление Беларуси, выстраивание с ней коммуникаций. На этом фоне, этим моментом, этим окном возможностей, безусловно, нужно пользоваться. Безусловно, нужно продвигать себя как страну, как юрисдикцию, в которой можно работать. Проблема здесь заключается в том числе и в том, что происходит некоторое глобальное снижение аппетитов у инвесторов к риску. В том, что касается инвестирования в относительно рискованные страны юрисдикции, это и Россия, это и Украина, это и Беларусь. Поэтому, в общем-то, то, каким образом мы воспользуемся этим процессом, это вопрос ближайшего времени. От этого будет зависеть, по большому счету, перспектива интеграции, вмонтирования Беларуси в европейскую, в мировую экономику. — Каков нереализованный потенциал сотрудничества с международными структурами у Беларуси? В каких сферах мы недорабатываем? Вот Андрей упомянул, например, нефтепереработку, которая требует инвестиций сегодня. В каких сферах еще необходимо участие инвесторов? — Ну, я не только, я просто сказал о том, что у нас инфраструктурные проекты, которые могут финансироваться мировыми инвесторами, европейскими инвесторами, еще недостаточно презентованы им, недостаточно структурированы, недостаточно, по сути дела, оформлены и предложены им. Потому что мы видим, вот сейчас активно финансируется Северный инвестиционный банк и ЕБРР, водоканалы, которые собираются проводить реконструкцию. Понятно, что они закрывают частичные свои проблемы европейские, это сбросы в Балтийское море. Но это, по сути дела, улучшение экологии Белоруссии, а следом могут идти создания эффективных энергоупотребляемых предприятий. Например, Казахстан реализует на сегодняшний момент огромную программу с ЕБРР или Всемирным банком по улучшению энергоэффективности, освещенности городов, пригородов. Соответственно, здесь выделяются значительные деньги, и мы можем этим пользоваться и участвовать. Вот для этих целей, в общем-то, чтобы активизировать работу с теми инвесторами, которые начинают выходить сейчас в Беларусь, смотреть на нее и смотреть на участие в государственных проектах с участием государства. Почему? Потому что до определенного момента это было делать нельзя, связанное с тем, что Беларусь входила в санкционные списки, в списки, которые ограничивали работу, там, ЕБРР только мог работать с частными компаниями. На сегодняшний момент, как заявления произошли, там, о том, что эти все барьеры сняты, и вот определенный промежуток времени есть, чтобы сейчас быстро, качественно найти те проекты, которые удовлетворяли бы этим инвесторам, инвестиционным ожиданиям, и их реализовывать. Но это не говорит о том, что частный бизнес тут уже будет обойден. Я уверен в том, что на сегодняшний день и частные, там, пенсионные фонды, фонды прямых инвестиций смотрят на Беларусь и готовы реализовывать, кроме ЕБРР, которому по мандату, в общем-то, заниматься положено и этим направлением. И, в общем-то, если эти проекты лежат на поверхности, и не только в сфере разрекламированного IT, как у нас часто тут уже любят повторять, но посмотрите, прекрасные примеры, там, ЕПАМ, наша компания вышла там на Нью-Йоркскую фондовую биржу, успешно растет, и все инвесторы довольны. Мы встречаемся с рядом инвесторов, все говорят, хотим еще такой же проект, покажите нам еще такой же проект. Последняя сделка, это маскарад, тоже там прекрасно ребята там сделали, развили, продали. Ну, и мы видим вообще показатели, вот начали заниматься IT-сектором и как он растет. В принципе, так в Беларуси посмотреть на кластеры, то мы увидим о том, что кроме IT еще может также развиваться и логистика, и пищевая промышленность, и там молокопереработка. И деревообработка, которой тут занимаются все, включая там и первого человека в Беларуси, тоже должна как бы пойти на старт и улучшить наши показатели, которые традиционно ставились на нефтепереработки и калий. Поэтому много таких сил, которые бы позволили Беларуси не только идти на поддержание действующего ВВП, а на его увеличение. Отдельно следует сказать о том, в чем отличие вот таких программ взаимопомощи или, скажем, взаимных интересов Беларуси с международными финансовыми институтами от кредитов. Поскольку даже население нашей страны уже про кредиты на государственном уровне слышать не хочет, потому что люди понимают, что это нужно возвращать. Как устроен механизм взаимодействия с международными структурами? Ну, у них гораздо больше, чем у простых кредитов, наверное, некоторые развивающие компоненты. Что имеется в виду в случае выделения определенного финансирования, например, тем же самым МВФ? МВФ существует требование какого-то того, какой апгрейд в каких правилах игры Беларусь должна сделать для того, чтобы сохранить, получить и осваивать это финансирование. С этой точки зрения МВФ обладают достаточно большим рычагом на страну, которая является рецепиентом этой внешней помощи. И некоторая модернизация, актуализация институтов происходит во многом с участием международного аккредитов. Я бы хотел добавить, Алексей, просто смысл, когда идут такие большие институциональные инвесторы в Беларусь, помимо кредитов, вот как всем там уже, и это, во-первых, не потребительские кредиты, которые там с такой ставкой, а они еще выделяют деньги на такое называемое ноу-хау консалтинг, который бы позволил изменить. И вот здесь важно выстроить работу с теми экспертами, с теми специалистами, которые предлагают различные модели трансформации экономики, посмотреть на те отрасли, которые перспективные, куда двигаться. Это очень важно. Плюс это сигнал со стороны инвесторов. Есть такая американская крупная организация под названием ОПЕК, когда она приходит в страну, у нее начинается мандат на финансирование, например, франшиз, к примеру, то, соответственно, это большой сигнал бизнесу, что в эту страну можно идти, приходить. И существует некоторое стабильное ожидание о том, что не будет происходить инвестивная экспертация активов. Об успешных примерах взаимодействия или развития белорусских компаний вроде ЕПАМа и Маскарада Андрей уже упоминал. А есть ли какие-то иные примеры сотрудничества, успешного сотрудничества с международными финансовыми институтами, которыми мы можем гордиться и которые могут быть вот той самой зазывающей, зазывающей сигналом для остальных инвесторов? Чем сегодня можно хвастаться? Ну, вот посмотрите, мы знаково решили сделать конференцию в таком интересном проекте Белоруссии. Это «Фалькон», проект «Отель Мариотт», спортивно-развлекательный комплекс. Вот яркий пример сотрудничества Белоруссии с частными компаниями из Арабских Эмиратов. По сути, по-моему, первый и единственный проект много сотен миллионный, который реализован в Белоруссии без привлечения заимствований, без отягощения баланса объекта, связанного с тем, что привлекаются кредиты под него или полностью за деньги пенсионного фонда арабской страны. Это стопроцентные инвестиции Катарского фонда, и здесь не было никаких заимствований. И мы видим о том, что, по сути дела, это развитие частного государственного партнерства, о чем мы также будем говорить на конференции. Прекрасный проект. И вот как раз для того, чтобы инвесторы посмотрели, пощупали, как здесь проходят инвестиции. Falcon, кстати, будет выступать одним из партнеров конференции и может выступить, расскажет с тем, как реализовывался проект. Но наша задача вот на таких успешных проектах показать будущее о том взаимовыгодного сотрудничества. Я думаю, что я перечислял бы еще ряд проектов. Я уже упоминал там и те же водоканалы, которые успешно финансируются на сегодняшний день Европейским банком реконструкции и развития, и там северными инвестиционными банками. Также неплохо работает программа там ЕБРР по кредитованию малого и среднего бизнеса через банковское сообщество. Единственное, ставки, которые на сегодняшний день все обсуждают, кредитные. Если к нам приезжают эксперты зарубежные и говорят, что у них там для развития бизнеса частного кредит 3%, а у нас там 30%, то вот и вся разница в конкурентном преимуществе. Юлия, какими успешными проектами хвастается Национальное агентство инвестиций? Да, вот если продолжить тему сотрудничества с ЕБРР, то и с международными финансовыми институтами, то вот такие знаковые проекты с участием иностранного капитала, которые были реализованы частично, а также с поддержкой международных финансовых институтов, это Штадлер, Гранаспан, Хайникин. То есть эти проекты так или иначе были реализованы с участием и при поддержке международных финансовых институтов, в частности ЕБРР. И вот если вернуться к мероприятию, которое было проведено в Лондоне, в рамках данного мероприятия директор агентства встречалась с рядом международных финансовых институтов, в частности с руководством Европейского банка реконструкции и развития, с президентом Европейского банка реконструкции и развития, с вице-президентом Европейского инвестиционного банка, с Северным инвестиционным банком, с представителями НЕФКО, это фонд экономическое партнерство Северное измерение. И нужно отметить то, что все были проинформированы о нашей конференции и была получена большая поддержка. Во-первых, была выражена заинтересованность, высокая была участие в нашей конференции. Более того, руководство международных финансовых институтов подтвердили поддержку и участие в организации данного мероприятия, в части приглашения партнеров, организаций, которые сотрудничают с Международными финансовыми институтами и в данной конференции. И предварительно подтвердили высокое участие своих представителей в данном мероприятии. А это говорит о высоком интересе не только к нашей конференции, но в принципе в целом сейчас Беларуси в данной ситуации. Тогда из Лондона в Минск вы говорите о конференции, а мы еще, собственно, и не пояснили, что это все будет. В сентябре в Минске пройдет Белорусский форум «Расширяя горизонты финансов и инвестиции и развитие». Это, собственно, своего рода инвестиционный форум, на котором Беларусь, белорусские компании, отдельные отрасли смогут взаимодействовать с международными финансовыми институтами, показать себя, рассказать о своих потребностях и возможностях. Очень много привлечений инвестиций уделяет внимание Национальное агентство инвестиций и приватизации, но предстоящий форум – это своего рода частно-государственное партнерство с организаторами структуры, которые вы представляете. Почему возникла необходимость вот в таком взаимодействии и такой, скажем, консолидированной работе в этом направлении? Мы решили для этого форума собраться в такой некоторый трансформер из трех организаций, основать оргкомитет, провести и сделать этот форум с 11 сентября. Причин несколько. Первое – это окно возможностей, которое открыто сейчас. Второе – это возможность сейчас, в ближайшее время, посадить за круглый стол представителей международных финансовых организаций, фондов, белорусского проекта, экспертного сообщества, локального бизнеса, стараться совместно выработать некоторую дорожную карту, цель которой, наверное, то, чтобы все друг у друга возникли на некоторых ментальных картах. Все представляли о том, что и такие возможности существуют. Ну, собственно говоря, это, наверное, и есть. Есть и цель для этого форума. Это, безусловно, конкурентность соответствует целям каждой из наших организаций. ЮНИТР – это наиболее профессиональная компания в сфере работы с иностранными инвесторами, но и непосредственно государственный институт, который ответственный за этот интерфейс. Ну, и у БИСа есть своя цель скорее говорить в программе второго дня о развитии, так как этим форумом мы будем презентовать, демонстрировать результаты проекта реформ, который работал последние несколько лет у нас. Ну, и, соответственно, рабочие группы, которые в рамках реформы возникли, и будут в течение второго дня говорить о тех потенциальных желаемых изменениях, инновациях, которые требуются сделать с правилами игры для того, чтобы инвесторы и финансисты с большим доверием, с большей теплотой отнеслись в Беларуси. Уже понятно, что форум будет двухдневным, что во второй день эксперты презентуют свои предложения о том, каких трансформаций требуют определенные сферы жизни в Беларуси. Что будет в первый день? Я хотел бы еще добавить, Алексея, что этот форум не значит, что мы втроем, мы, расширяя горизонты, буквально через неделю мы опубликуем и направим партнерские предложения, партнерские пакеты, о том, чтобы вовлечь наиболее ответственных партнеров в работу форума, в соорганизацию этого форума, потому что планируется приезд практически, можно сказать, звезд первой величины инвестиционного бизнеса из мирового, и российского, и евразийского, и чтобы по максимуму вовлечь участие и белорусских предприятий, и белорусских партнеров. Вот первый день он будет, конечно, отмечен выступлением данных звезд и, соответственно, таким недискуссионным вопросом, а вопросом, который направляли и раскрывали позицию. Второй день у нас практический и полностью отдан экспертам, где можно поговорить, изложить свою точку зрения, альтернативную точку зрения. У нас уже отклики от крупнейших экспертов в области инфраструктуры, в области промышленной переработки, которые готовы участвовать и готовы слушать. Они ждут приглашения к участию в форму, это международные эксперты. И я думаю, что вот этот именно формат позволит наиболее полно раскрыть именно такие возможности Белоруссии с точки зрения инвестиций. Здесь инвесторы получат прямую связь непосредственно с объектами инвестиций, а те, кто имеет возможность, желает привлечь инвестиции, рассмотреть вопрос, как это привлекается, вот что привлекается, получат, ну, я думаю, что стопроцентные ответы на все заданные вопросы от первоисточников, как у нас любят говорить. Чем предстоящий форум принципиально будет отличаться от мероприятий, которые организуют наиб и организуют успешно и регулярно? Ну, в первую очередь, если говорить о тех мероприятиях, которые агентство организует на постоянной основе, это в первую очередь имиджевые мероприятия, можно так сказать, мероприятия просветительского характера, где речь идет о презентации инвестиционных потенциалов, инвестиционных возможностей экономической ситуации в Беларуси, в первую очередь для тех инвесторов, для тех экономических партнеров, которые до этого не работали в Беларуси, либо интересовались частично страной в тех или иных направлениях, но не приезжали, не контактировали непосредственно ни с инициаторами проектов инвестиционных, ни с представителями органов государственной власти, которые принимают определенные решения по проекту. Здесь на нашей конференции коллеги меня поддержат и в первую очередь будут обсуждаться практически пути улучшения нашей бизнес-среды, институциональной среды в целях привлечения, в том числе иностранных инвестиций, в целях улучшения работы с международными финансовыми институтами и банками. Будут обсуждаться возможности, которые может представить Беларусь, будут обсуждаться, вернее, будут представлены рекомендации международных финансовых институтов, банков в части представления проекта, который нуждается. Я думаю, дополню такими простыми словами, есть такая поговорка, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того, чтобы увидеть, у нас будут созданы, я так понимаю, все условия. Благодаря Национальному инвестиционному агентству в работе с Министерством иностранных дел планируется безвизовый въезд для инвесторов, для иностранных гостей и делегатов. Это уже поспособствует количественному их числу. И, в общем-то, собрать их в один день, исходя из плана графиков. Мы долго готовились по времени конференции на сентябрь и согласовывали с определенными топ-персонами время, место. И, в общем-то, у нас это получилось. Я думаю, что по топ-персонам мы уже где-то к концу июня опубликуем полный перечень докладчиков, которые будут выступать. Чтобы они точно не смогли отказаться. Чтобы они точно не могли отказаться от такого предложения. Ну и вообще, та атмосфера, которая будет царить на форуме, планируемая, это и вечерняя сессия, и место, как я говорю, проведения, это, по сути дела, будет располагать к тому, чтобы не только формально подписывались какие-то протоколы о намерениях и исполнялись они, не исполнялись, а именно создавались какие-то бизнес-контакты, бизнес-коммуникации. И даже, может быть, без протоколов то, что мы изменим определенное сознание у инвесторов о Белоруссии, а у потенциальных, как вы говорите, получателей инвестиций о том, что не нужен кредит нам заморский и белорусский, или там не нужна нам инвестиция, мы тут вот и живем, и будем жить. Я думаю, это вот все самое главное, то, что мы попытаемся добиться. Я к этому тоже добавлю, что если бы мы хотели сделать исключительно демоверсию того, как того еще представляют возможности инвестирования в Белоруссию, мы бы не мучились и называли бы форум ВДНХ, то есть в насторожение народного хозяйства. И правильно, я думаю, что форум... Но мы решили пройти длинным путем. И дарить длинное название форуму. Да. Цель здесь, суд, конечно же, выстраивание правильного диалога, правильных горизонтальных связей между участниками форума для того, чтобы выдавалась какая-то конкретика. Просто озвучивание деклараций воюдных, очередных деклараций о ней и должное сотрудничество, но это скучно, это и без нас многие сделают. Нам надо что-то гораздо более конкретное, с более уважительным диалогом. То есть вы рассчитываете конкретный результат в виде Мы рассчитываем на организацию правильно созданного диалога. Договора это не надо сводить, все, что будет происходить к форуму, количество подписчиков договоров. Не стоит считать, я не знаю, выручку или прибыль, полученную от форума с точки зрения того, что на 25 миллионов приехавшие закоммититься, что-то проинвестировать в Беларусь. Цель-то не в этом. Цель-то, наверное, выстраивание и создание такой ситуации, в которой дальнейшее взаимодействие со всеми международными финансовыми институтами будет более правильным. Это обсуждение в том числе и болезненных моментов, это обсуждение того, что в Беларуси следует, не для того, чтобы взаимодействие именно с Западом, в том числе и с российскими финансовыми институтами было более успешным. Если мы декларируем о том, что Беларуси нужны западные иностранные инвесторы, то делать это в отсутствии хороших отношений с Западом невозможно. Именно поэтому требуется некоторый апгрейд, именно поэтому требуется принятие иных, более совершенных, иных правил игры, которые понятны владельцам капиталов и распределителям тех денег, которые могут вкладываться сюда. И вот здесь, как Вы правильно сказали, вся суть вот нашей частного государственного партнерства и вывелась в участниках, организаторов форума. Если бы это было одно национальное агентство по инвестициям, то, конечно, наверное, это было бы ВДНХ, а то, что в участниках партнерства и есть экспертный центр. И мы в дискуссиях приходили к общему знаменателю о том, что вот таким должен быть форум. И наша компания «Юнтер», которая была с организатором практически всех инвестиционных форумов, которые начинались с первого, я помню, еще мы на CD-диске готовили обзор инвестиционных проектов. Это был 2004 год или 2005. Это было ноу-хау технологическое. Потом начали уже все готовить. Но это уже все ушло. И на сегодняшний день другие технологии работают над привлечением инвесторов и инвестиций. Поэтому мы вот считаем, что вот это наш будет как бы посыл с точки зрения и частного государственного партнерства развития вот таких отношений с Беларусью. Алексей говорит о том, что будут предложены экспертами изменения правил игры в некоторых сферах для того, чтобы страна и эти сферы стали более привлекательными для инвесторов в том числе. Но наверняка ведь остаются припоны в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, которые, к сожалению, нельзя преодолеть в рамках форума одного, двух или даже десятков. Что так и останется непобежденным? И тут повисла тишина. Ну, такой интересный вопрос о побежденных и победителях. Мы, наверное, будем идти по теории, знаете, как маркетинга, когда оба выигравшие, там, вин-вин. И я бы сказал о том, что если нас услышат, то это будет уже хорошо. Поэтому все нас должны услышать. Нас должны услышать и иностранные инвесторы, которые будут общаться непосредственно напрямую с белорусскими компаниями, которые удачно, неудачно реализовали инвесторные проекты второй день. И те государственные органы, которые будут слушать выступления и инвесторов, и фондов, и смотреть, что изменять. Потому что, ну, вы знаете, у нас эффективно работал там консультативный совет по иностранным инвестициям. Ну, встречи были, ну, не бог весь какими инвесторами, которые были в Белоруссии. И он рассматривал вопросы вот такие от инвесторов. То одно, то второе. Особенно касалось налогового учета там и еще различных. У нас много еще таких мелких деталей, которые я могу сейчас перечислять там раз, два, три, четыре, перечислять достаточно долго там, ну, которые вот и, ну, пока тормозят технический даже процесс там привлечения инвестиций. И то, что это услышится, это будет хорошо. Но факт тот, что и глава государства у нас говорил, смотрите, надо на порядок усилить работу с международными финансовыми организациями. По сути дела, это вот, ну, как инструмент для этого усиления. И я думаю, что вот поэтому и от государственных органов мы видим такую серьезную поддержку нашей инициативе, которая, кстати, и денег из бюджета пока не требует. И не требует. За чей счет банкет в таком случае? За чей, как организован форум так, что даже бюджетных денег на привлечение инвесторов, на приглашение инвесторов сюда не требуется? Такое уникальное ноу-хау. С одной стороны, это проект и форум, с другой стороны, это те средства, которые мы будем принимать. То, что мы как бы уже бесплатно вкладываем сюда свои трудочасы и национальное инвестиционное агентство поддерживает, мы объединяем ресурсы. Во-вторых, мы введем регистрационный сбор там для тех, кто хочет зарегистрировать, который покрывает там минимальные расходы. Также будут предложены партнерские уже к нам, просят партнерские пакеты, которые бы рекламировали инвесторов, там продвигали белорусские компании. Эти партнерские пакеты уйдут. Я думаю, что то, что проводится здесь, в Беларуси, на белорусские деньги, то, что мы как бы, те, кто считает деньги, стоит во главе форума, я думаю, что он будет проведен оптимально, с оптимальными затратами и эти затраты будут покрыты. По поводу вашего туманного вопроса о непреодолимых противоречиях, мы решили, что на этом форуме надо говорить только про преодолимые противоречия, а не про непреодолимые можно либо не говорить на этом форуме, либо поговорить в ином месте. Поскольку мы хотим все-таки создать положительную повестку дня, говорить о преодолимых... Ну, не решить нам всех проблем, это в КВН тогда. А мы же... Наша цель – это какая-то положительная все-таки повестка дня, и говорить можно о том, о чем обе стороны могут говорить. О том, что обе стороны могут изменить. Наверное, лучше, чем полностью отказываться от диалога, исходя из каких-то имплецительных непреодолимых последствий, я до сих пор не знаю, что вы разумевали. Я думаю, что нам уже остается подождать сентября и, собственно, последить за тем, как будет готовиться и проходить форум, и после, надеюсь, снова встретимся здесь, чтобы повести итоги. На сегодняшний день, на этот момент программу «Амплитуда» буду заканчивать. Напоминаю, что о инвестиционном имидже Беларуси, об инвестиционном потенциале нашей страны, о том, что можно сделать лучше в этой сфере, мы говорили сегодня вместе с председателем совета директоров инвестиционной компании «Юнитер» Андреем Дерехом. Спасибо вам, Андрей. Спасибо. Я благодарю Юлию Баранскую, руководителя отдела маркетинга и коммуникации Национального агентства инвестиций и приватизации в Беларуси. Спасибо, Юлия. Спасибо. Благодарю также академического директора Белорусского института стратегических исследований Алексея Пикулика. Спасибо. Меня зовут Алена Андреева, я приглашаю вас в «Амплитуду» через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова